Всем привет! Решила сегодня снять видео о косметических продуктах, которые мне очень понравились. Давайте начнем с крема для лица. Он с облепихой. Вот даже коробку специально сохранила. Крем состоит только из натуральных продуктов. Позиционируется он как для всех типов кожи. Чем хорош крем с облепихой? Он защищает кожу и восстанавливает. Также написано, что способствует выработке коллагена в коже. Крем сам по себе очень легкий, не жирный, не оставляет пленки на лице. Мне понравился очень-очень. Повторюсь еще раз, состав весь натуральный, никаких парабенов, отдушек, ничего вообще вредного. Ссылочку на описание крема оставлю внизу. Ну, как вы видите, тут, по-моему, без лишних слов. Крем остался там чуть-чуть-чуть на донышке. Так что могу сказать, что да, очень-очень хорош. Некоторые пишут, что специфический запах, но запах реально облепихи. Не знаю, достаточно приятно, ничего сверхъестественного в нем нет. Потом шампунь с диатином, то есть он способствует восстановлению волос, да. Если у вас волосы, допустим, слабые, тонкие, ломкие, склонные к выпадению, допустим, межсезонья, да. Как вот сейчас осень. Ну и просто, я думаю, что подойдет всем. Шампунь не содержит сульфатов, как мы видим. И это довольно-таки приятный мятный запах. И когда наносишь на волосы, то мята делает свое дело, немного так холодит кожу. Состав весь очень зеленый, так скажем, да. Что тут еще, кроме биотина? Содержится также масло жжоба, пантенол, витамин В5, так. И какие-то растительные еще протеины, да, которые увлажняют кожу и поддерживают... Что тут? А, да, и вот препятствует сечению волос. Шампунь очень хорошо пенится, несмотря на то, что, да, не содержит химических никаких веществ. Очень хорошо пенится, очень. И имеет приятный запах. Волосы промывает хорошо, никаких нареканий у меня на него нет. Пачка достаточно объемная, вы видите, 532 мл. Стоит не так дорого. Вот, пожалуйста, рекомендую. Следующий у нас будет БАД, биологическая активная добавка, спирулина. Я думаю, что все уже наслышаны, а это синие-зеленые водоросли, да. Добавка сделана только из органического сырья. Чем полезна спирулина? Она улучшает общее состояние организма, так как полна антиоксидантов, фитонутриентов. И эти спирулина, она способствует поддержке иммунной системы. И считается на данный момент спирулина одним из самых таких богатых добавок, да, который полон пол всего самого полезного. Ну, тут сколько у нас было? 180 таблеток, и принимать надо по 3 таблетки в день. То есть у вас вот на 60 дней, да, на 2 месяца вам этой коробочки хватит. Как всегда, вот БАДы этой марки не такие дорогие и сделаны из сертифицированного органического сырья. Отлично. Ну, будьте готовы, что когда вы откроете, конечно, банку, то прям запах водорослей, он бьет, бьет в нос. Ну, очень, не знаю, мне очень нравится, очень приятно. Как будто, не знаю, вдыхаете тысячу нори, да, запах тысячи нори листов. Так, следующий будет крем. Я думаю, что многие наслышаны о такой компании, как Дерма-Э. У меня, я заказывала крем увлажняющий под глаза. Он увлажняющий также, но не только увлажняющий, он содержит, как вы видите, гиалуроновую кислоту. Поэтому он еще и подтягивающий уменьшает морщинки и заполняет, если у кого-то такие морщинки уже побольше, то он заполняет и делает их менее заметными. Также состав отличный, натуральный, не содержит никаких отдушек, химии. Также прошел все различные тесты и не должен вызвать никакой аллергической реакции. Да, еще с чем-то крем борется. Немного, да, действительно помогает выровнять тон. И не так заметный, если у кого круги под глазами, то он как-то убирает со временем. И хочу вам сказать, я на себе почувствовала это. И также припухлость, небольшую припухлость он убирает. Делано в США. Всего тут 14 грамм. Ну, я хочу сказать, что вот, да, 14 грамм. Я хочу сказать, что покупала я год назад этот крем для глаз. И, я не знаю, мне кажется, что это я еще использовала только половину. Так как нужно, понятно, что совсем-совсем небольшую горошину. Поэтому крем очень-очень расходуется экономно. Сам по себе крем густой и не жирный абсолютно. Вы наносите его и просто не чувствуете, да. То есть, никакого дискомфорта он не причиняет. Пожалуйста, пишите. Мне очень интересно, если кто-то пользовался данной линией, Дерма-Э, но какими-то другими средствами. Напишите свои отзывы. Потому что до сего момента я слышу только все самое хорошее. Может быть, у кого-то есть и отрицательный опыт. Это тоже делитесь, будем обсуждать. Все, вот такой вот небольшой обзор. Всего хорошего вам и до новых встреч. Пока-пока.